Да, давайте начинаем наш международный политический онлайн-фестиваль перевода поэзии Заболоцкого. Программа у нас большая и первое слово я хотел бы предоставить Вере Ивановне Заботкиной, профессору, исполняющей обязанности проректора по международному сотрудничеству РГГУ. Спасибо большое, Александр Александрович. Уважаемый Александр Александрович, уважаемая Индира, дорогая Выйдья, все участники сегодняшнего мероприятия. Мне очень приятно опять приветствовать очередное мероприятие, которое так великолепно вписывается в нашу программу сотрудничества. Прошло и недели, мы собирались с вами, встречались в пятницу, сегодня у нас вторник и опять очередное замечательное мероприятие. Поэтому я, конечно же, с благодарностью к организаторам, я не знаю, присутствует и Елена Сергеевна Ремезова, директор Русского дома в Мумбаи, надеясь, что нас слышат, тоже с благодарностью за поддержку и за участие. Ну и, конечно, как всегда, я хочу поблагодарить наших партнеров, которые тоже сегодня присутствуют. Это прежде всего, конечно, Институт государственного языка и культуры Киргизского государственного университета Бишкек. Надеюсь, что вы слышите нас. Так, еще пока не подключились. Ну и, конечно же, наши давние партнеры, кафедра лингвистики и внешней политики, кафедра зарубежного регионоведения, факультет международных отношений, Таджикского национального университета. Я думаю, что вы здесь присутствуете. Я вижу, вот, да, очень приятно на экране. Конечно, хотелось бы поприветствовать также кафедру восточных языков дипломатической академии Министерства стран дел России. Ну и, естественно, наших студентов РГГУ – это и факультет международных отношений, историко-архивного института, это и институт филологии и истории, а также студенты других факультетов. Я очень рада. Институт лингвистики, прежде всего, конечно. Я очень рада, что сегодняшнее мероприятие, оно отличается от предыдущего мероприятия, потому что это поэтическое, лирическое, в то же время и философское мероприятие. Как известно, Заболоцкий был поэтом-философом, и он организовал эту известную группу, Аберио, где собирались очень изысканные поэты. Но вы знаете, самое главное, что Заболоцкий смог тронуть душу человека. И здесь я не могу не прочитать известные всем стихотворения, но самая, может, известная цитата. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожисляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Это известно. Но еще второе, самое известное, пожалуй, тоже его рассказывание. Два мира есть у человека. Один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил. В этом все. В этом все философское содержание творений творчества Заболоцкого. Но кроме того, вы знаете, что он был переводчиком, он был прекрасным переводчиком. И он перевел с грузинского «Рыцарь в тигровой шкуре», как вы знаете. Он также смог перевести с древнерусского «Князя Игоря» и так далее. То есть я хочу сказать, что есть сказания о полку Игореве, что многосторонняя личность, сложная личность, страдающая личность. Тем более очень важно, что сегодня мы вспоминаем этого человека и будем читать его стихи, многие из которых легли в песни, допустим, все знают, что песня очарована, околдована, с ветром в поле всегда, когда-то венчана, вся-то словно окова закована, драгоценная ты моя женщина. Может быть, не все знают, что это Заболоцкий, но все эту песню поют и так далее. Он вошел в нашу жизнь. Он вошел в ментальное пространство российской культуры. И надеюсь, что теперь уже и индийская, и таджикская, и киргизская культуры. Очень важно, что мы каждый раз, встречаясь, пытаемся найти вот эти пересечения, пересечения нескольких культур, и образуется такое единое ментальное пространство, которое объединяет представителей самых разных, так сказать, народов и самых различных религий, различных культур. Вот сегодня нас объединяет Заболоцкий. Я думаю, что мы получим большое удовольствие от его стихов и от переводов. И самое главное, мы услышим голоса наших студентов, которые тоже приобщаются вот к этому общему межкультурному пространству, без которого невозможно понимание другой культуры. Я еще раз благодарю организаторов и желаю всем успехов. Спасибо, Вера Ивановна. Огромное спасибо. И сейчас Российский Центр науки и культуры города Мумбаи, преподаватель Видия Сваргемадани, руководитель отдела русского языка. Пожалуйста, Видия. Мы очень благодарны. Наши студенты с удовольствием выступают на английском языке и на русском языке. Но они, прежде всего, предпочитают на русском языке. Они хотят, чтобы их речь кто-то слышал там далека из России, из страны язык, который они изучают. Так что я наш первый студент тут Акшат Синь. Акшат Синь. Пожалуйста. Прочитайцы стихотворение. Да, да. Да, Акшат. Здравствуйте, мадам и сэр. Сегодня я буду писать поэм «Сьошто белого душэ» по Николай Аль-Заблакской. Мэй ай? Да, Акшат Синь. Гиджи на первой страниц. Растения в един чертеж. И черна, и мертва. Протянула с от книги к природе. То ли правда святка. То ли в нём заключённая ложь. И святок с удивлением смотрел на свою отражни. И как будто петался чужую премудороз панец. Три петалу валеста. Ни привычной муисели движение. То усиление вали, которое ни передац. И кузничек трубу свою поднял. И природа винизапно проснулась. И забела печальная двор славослове ума. И падавая святка в старой книге моей шевельнулась. Как что средство моё шевельнулось навстречу ему. Спасибо. Спасибо, Акшат. Хорошо. Он студент А2. Уровень А2. Так что ещё ему дальше много возможностей есть. Следующая наша студентка. Её, скорее всего, тут нет. Она из школы скоро поедет домой. И появляется скоро. Бувираки. Но я её не вижу. Но как только она появляется, я попросу. Ну, давайте подождём. Да, да, да. Когда она появится, тогда я вам сообщу. Хорошо. Хадича Мамадбековна Шамбеталиева. Шамбеталиева. Преподаватель русского и английского языка. Кыргызского государственного университета имени Арабаева. Город Бишкек. Пожалуйста. Хадича. Мы вас видим. Да, здравствуйте ещё раз. Я здесь. Спасибо огромное за приглашение. За возможность ещё раз поучаствовать в ваших мероприятиях. Я хотела сказать, что вот, к сожалению, у нас сегодня сейчас идёт здесь параллельно ещё одна встреча. Она буквально не запланированная. К сожалению, мои два студента, которые должны были сегодня участвовать, они, оказывается, ушли. Индира Дидлевна, если вы меня извините, пожалуйста. Ничего страшного. Я одна пока здесь, за Кагастан, но вот девочек забрали у нас в встрече с народным учителем. Он приехал с региона. И вот эта незапланированная встреча, когда всех забрали, это не могут быть. Но, тем не менее, огромная-огромная благодарность за то, что вы каждый раз не забываете нас. И, безусловно, русская литература имеет огромное-огромное значение для наших филологов, для всех студентов, которые проходят у нас обучение на гуманитарном факультете. Я очень надеюсь, что в следующих мероприятиях такого казуса не будет. Прошу вас извинить ещё раз. Спасибо большое. Ничего страшного. Да, что вы вышли с нами. Да. Да. Приятно было пообщаться. А сейчас кафедра восточных языков Дипломатической Академии МИДа России. Преподаватель Ксения Александровна Лесик. Александра Мещерякова, студент первого курса Международных отношений Дипломатической Академии. Стихотворение Заболоцкого «Голос в телефоне» на хинде. Пожалуйста. Добрый день. Я прочитаю стихотворение Заболоцкого. Стихотворение Заболоцкого «Голос в телефоне» на хинде. Стихотворение Заболоцкого «Голос в телефоне» на хинде. Стихотворение Заболоцкого «Голос в телефоне» на хинде. Спасибо большое. Молодец. Это в переводе кого вы прочитали? Анила Джайвиджай, да? Спасибо. 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 А сейчас мы встречаемся с Таджикским национальным университетом, факультет международных отношений, кафедра дипломатии внешней политики и кафедра зарубежного регионоведения. Доктор исторических наук Музафар Абдул-Вакосович Алимов. Очень приятно еще раз повстречаться. Пожалуйста. Александр Александрович, слышно? Да. Слышно. Прекрасно. Тогда позвольте сначала поприветствовать всех вас еще раз, что вы организуете такой фестиваль. Наши студенты тоже очень редко участвуют, но вот благодаря вашим проектам они уже в третий раз, я так понимаю, участвуют. И в предыдущий раз то, что было очень интересно по космонавтике. Поэтому я сегодня с удовольствием хочу представить наших студентов кафедры зарубежного регионоведения. И студенты, они у нас молодые, представляют третий курс, первый курс и третий курс. Но сейчас я представлю их тоже только по специальности зарубежного регионоведения. Студент Азиз Джон Азизов, Ханифа Сидикова и Мафтуна Карматуллайва. Они вот представляют кафедры как раз заубежного регионоведения. И я хотел бы, чтобы они зачитали стихи сегодняшнего нашего юбиляра. Я думаю, что когда они будут читать свои стихи, они представят и назовут какую стиху, стихи Заболоска они выбрали. И будут читать на русском языке оригиналов. Так, начнем с Азиз Джона, так? Комбран Джона, здесь. Здравствуйте, уважаемые комедии. Сначала, во-первых, я хочу представлять себя. Я студент третьего курса Азизского национального университета, факультет международного отношения и кафедра зарубежного регионоведения. Стихотворение Николая Заболоски. Я воспитан природой суровой. Я воспитан природой суровой, недовольно заметить у ног. Подуманчик ошарик пуховый, подорожник от твердой крылья. Чем обычнее простее растение, тем живее войнует меня, в первых листах его появления, на рассвете весеннего дня. Государство на мащику края, где ручей заехая спое. Пролежав и всю ночь до утра я, запрокинув лицо в небосвод. Жизнь потоком светящей сопью, все текла и текла, сквозь листы. И тумани звезды светили, заливая лучами пусты. Спасибо. Теперь Ханифа, вы давайте. Здравствуйте, меня зовут Садикова Ханифа. Я студентка третьего курса «Сорубежное регионе». Моё стихотворение Николая Заболонского о красоте человеческих лет. Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великая чудица мало. Есть лица, подобие жалких лагуч, где варится печень и мок не сычу. Иные холодные и мёртвые лица, закрытые решётками словно темница. Другие, как башен, в которых давно никто не живёт и не смотрит в окно. Но малую хижинку знал я когда-то, была неказиста она и небогата. Зато из окошка её и на меня струилось дыхание весеннего дня. Поистине мир и великие чудеса есть лица, подобие ликующих песен. На этих, как солнце сияющих дном, составлення песня небесных высот. Спасибо. Вот теперь Мафтуна. Здравствуйте, я Кармаклоева Мафтуна, студентка первого курса в факультете международных отношений и КПЖ «Сорубежный регион Христина». Стихотворение Николая Заболоцкий не позволяет душе лениться. Не позволяет душе лениться, чтобы ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони её от дома к дому, тащи сетапа на этап, Попустирю по бурелому, через укроп, через ухад. Не разрешаясь под постели, при свете утренней звезды, Держи лече в чёрном теле, и не снимай с неё ушли. Колбо тебе вздумаешь по блажке, освобождая от рабов, Она последнюю рубашку с тебя без жалости собьёт, Оттихлотя её за плечи, учи и мучай дать она, Чтобы жить с тобой по-человечею, училась заново она. Она рабинья и царица, она работница и дочь, Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Спасибо. Молодец какая. Здорово. Здорово. Спасибо. Спасибо, Музафар. Очень-очень хорошие студенты. Да, мы рады, что вы с нами. Спасибо, но это, конечно, заслуга нашего заместителя декана, Который рядом со мной сидит. Да. Спасибо ему. Спасибо ему огромное. Мы рады, да, привлечь побольше студентов, Так что мы надеемся, что и не пропустим и другие следующие ваши мероприятия. Мы в сентябре будем проводить много мероприятий и вас позовём. Спасибо. И будем очень рады. В новом семестре. Хорошо. Спасибо. Да, а сейчас кто будет? Сейчас у нас наш университет, кафедра романской филологии, Институт филологии и истории, преподаватель Лариса Георгиевна Хорева, кандидат в филологических наук, доцент, и у неё два студента второго курса. Это, значит, Чалид Давид и Иббатулина Алина. Они прочтут у нас стихотворение на испанском языке. Так, пожалуйста, Давид, мы вас слушаем. Здравствуйте. Поэма de Николай Алексеевич Забаловский, «Арбусто де енебро». Можевел бы и куз. «Можевел бы и куз. «Арбусто де енебро». «Арбусто де енебро». «Сиелос дорадос» «Арбусто де енебро». «Арбусто де енебро». «Мира лас нубес флоранты с кепаса». «Ми jardин естерил» «И надо енебро». «Арбусто де енебро». «Кей энебро». «Пердонате». Ой, молодец. Спасибо. Спасибо. Красиво звучало, да, на испанском языке? Прелесть просто. Алина, пожалуйста. Теперь мы вас слушаем. Здравствуйте, я прочитаю стихотворение Николая Зболоцкого «Не позволяй душеринец» на испанском языке. Не забывай душеринец, не забывай душеринец, не забывай душеринец. Не забывай душеринец, не забывай душеринец, не забывай душеринец. Спасибо большое. Очень интересно. Спасибо. Молодец, ребята. Ребята, молодцы. Теперь у нас студенты, новые студенты Института лингвистики, факультет прикладной лингвистики. Это третий курс, которые начали изучать нидерландский язык. Дорогие друзья, мы рады принять участие в вашем поэтическом вечере. Мы благодарны нашим коллегам из Центра Южной Азии за прекрасные мероприятия, на которые они нас всегда приглашают, и мероприятия, в которых мы участвуем совместно. Данный поэтический вечер посвящен юбилею российского поэта Николая Заболоцкого. В этом году отмечается 120 лет со дня его рождения. Николай Заболоцкий известен как переводчик не только поэт, но и переводчик стихов. Ребята подготовили переводы его стихов на нидерландский язык. Это мы выбрали цикл детских стихов. И сейчас вы услышите в переводах наших студентов стихотворение о котенке, о слоненке, о китенке, о медвежонке и о глупом котенке. Аня Геродина. но она не могла. Она знала, гуляла и была вверх, но все, что она делала, было сделать его струк. Она борстелла и борстелла с всей своей силой, но она могла, но она не могла. о том, что они хотят сделать. А теперь вот это были студенты, которые только начали изучать. Вот они молодцы, выбрали маленькие стишки, перевели их на нидерландский язык и прекрасно прочитали. Теперь студенты наши, нашей кафедры. А, кто-то подошел, да, у вас? Хорошо, бувераки, please, where are you? You can start. Я прочитаю стихотворение «Утро» на английском языке «Морни». Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Спасибо, Видя! Теперь у нас Мария Скоробогатова. Машенька здесь, пожалуйста, значит, чтобы мы вас видели, подойдите к камере. Значит, Мария у нас студентка четвертого курса, прочтет стихотворение Заболоцкого «Горийская симфония» на русском языке. Пожалуйста. Здравствуйте! Хорошо слышно меня? Да. Есть в Грузии необычайный город. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, сдерживая дрожь из сердца, вырвавшийся гимн существования, Счастливый ты невольно запоешь. Как широка, как сладостна долина, Течение рек, как чисто и легко, Как цепи гор, слагаясь воедино, Преображенные сияют далеко. Живой язык проснувшейся природы Здесь учит нас основам языка. И своды слов стоят, как башен своды, И мысль течет, как горная река. Ты помнишь вечер? Солнце опускалось, Дымился небо, купол голубой, Вся картолиния в огнях переливалась, Мучали буйволы, качаясь над куру. Замолкнул город, тихо, неподвижен, И эта хижина, беднейшая из хижин, Казалась нам и меньше, и темней. Но как влеклось мое сознание к ней! Припоминая отрочество воды, Хотел понять ее, Как в такой глуши Образовался действием природы Первоначальный строй его души, Как он смотрел в небес огромный купол, Как гладил буйвола, Как свой твердил урок, Как в тайниках души своей И баюкал то, что еще и высказать не мог. Привет тебе, У Грузия моя, Рожденная в страданиях и пуре, Привет вам, виноградники поля, Гром трактора И пение чья нори. Привет тебе, мой брат Эмилитин, Привет тебе, могучий картолиниц, Мегрел задумчивый и ловкий осетин, И с виноградной чашей Привет тебе, могучий мой Кавказ, Короны гор и пропасти ущелий, Привет тебе, Кто слышал в первый раз Торжественное пение Руставели. Приходит ночь И песня на устах У всех, у всех, От Мицхета до Сигнаха, Поет Хевсур Весь в ромбах и крестах, Свой щит и меч повесят в парисаха. Из дальних гор, Из каменной избы Выходит сваны длинной веленицы, И воздух прорезает звук трубы, И скалы отвечают ей, Старицы. И мы садимся около костров, Сдываем чашу Тружеского пира, И мрово лжамир гремит В стране отцов За здравный гимн Проснувшегося мира. И снова утро всходит над землей, Прекрасен мир в ночами октября, Скрепит арба, Народ бежит толпою, И персики, как нежная заря, Мерцают из раскинутых корзин. О, двух миров могучий поединок, О, крепость мертвая на каменной горе, О, спор веков и битва в октябре, Пронзен весь мир С подножья до зенита, Исчез племен несовершенный быт, И план, начертанный на скалах из гранита, Перед народами открыт. Спасибо большое, Мария, молодец, Очень красивое стихотворение, Красиво прочитала. Теперь у нас Сая Миханошина, Стихотворение Заболоцкого, Некрасивая девочка на английском языке. Пожалуйста. Да, здравствуйся, К сожалению, сегодня я буду в без видео. Продолжение Заболоцкого, And now delighted, They're racing so united, Oblivious of her and their lunch, And she is running in their wake excited, As if her own, Somebody else's bliss, Is singing in her heart, Is pressing to be shared, And she is full of glee, She's only too prepared, To love from sheer pleasure to exist, Or watching her, Relucting and forced to foresee, The time ahead when Her fright she'll see, That now among her friends She's only a wild flower. I want to hope Her heart will find the power To dorn the sadness In the deepest sea. Oh, do I hope That this pure flame, This fire that is burning In her soul, Shall conquer All the angust, All the pain, Shall crust to dust The heaviest of stone. What is beauty, then? Why is it worshipped Everywhere by men? Is all its value In the outward form, Or is it something hidden, Light and warm? Thank you. Молодец, Ай. Очень красивое творение, Красиво прочитала. Ну, у нас Должны были быть действительно Еще несколько студентов, Но они не смогли. И даже у нас Согласилась читать Одна наша сотрудница, Директор договорной формы Обучения, Но сейчас написала мне Ватсап, Что ее вызвал ректор, Она как раз хотела Прочитать нам На грузинском языке Вот как раз Горийскую историю, Которую читала Мария, Скорбогатова, Моя студентка. А вот, Ну, что делать? Ничего. А вот, И у нас Завершаем мы Наше мероприятие Показом постеров, Которые сделали Наши студенты, Которые сделали постеры Вот как раз К нашему мероприятию По юбилею Заболоцкого. Видно, да? А вот, Вот следующее, Что есть красота, Видите, Очень интересный сосуд, Он, В котором пустота, То есть вот, Взяли стихотворение Заболоцкого И сделали Вот такие симпатичные Постеры, Сами сфотографировались Возле них, Вот, Душа обязана Трудиться И день и ночь, И день и ночь, Видите, Вот, Очень интересно И у нас, Значит, Это были пока, Значит, Студенты, Которые захотели Сфотографироваться И у нас есть Вот презентация Видно у вас? Скажите, пожалуйста Презентация видна, Да? А вот Эти студенты Не смогли, Значит, Прийти И, Ну, Вот они Сделали такие Постеры На стихи Значит, Архитектура Осени Вот так Их видение Вот, Второй постер Видите, Посвящен стихотворению Вот, Когда-то Ограбив полмира Свозили сюда корабли Из золота Перла Парфира Различные Дивы земли А вот Следующий Постер Вот, Посвящен Тоже, Значит, Стихотворению Которое Написано было В 37-м году Я живой А вот Ну, Вот что есть Красота Вы видели Эта девушка Стояла вместе Со своей работой Теперь вот Тоже Очень симпатичный Постер Значит, Заполоцкий И Стихотворение Уж поздно На станцию Нара Ушел Предпоследний Состав А вот Следующий Постер Вот О красоте Человеческих Лиц Вот Интересное Такое Видение Девушка Тоже Сделала Такой Интересный Постер С лицами И Следующий Постер У нас Вот то, Что вы Видели Душа Обязана Трудиться И день И ночь Чтоб В ступе Воду Не толочь И У нас Еще Два Постера Это Тбилисские Ночи Вот Как раз Фотография Храма Тбилисского И Вот Еще Один Постер С Стихотворением Разве Ты Объяснишь Мне Откуда Эти Странные Образы Дум Отвлеки Мою Волю От чуда Обреки На Бездействие Вот Такие Интересные Постеры Делают Наши Студенты Вот И Спасибо Всем Большое За то, Что вы Были Сегодня С нами Мероприятие У нас Как раз Таки Было На час Небольшое Но Поскольку Сейчас Все Сдают Экзамены Зачеты И Какие-то Курсовые И Дипломные Работы Но Мы Решили Все Равно Встретиться Это Наше Последнее Мероприятие В этом Году Поскольку Наш Курс Четвертый Уходит На Диплом И Сдача Государственных Экзаменов Спасибо Вам Большое Виде Спасибо Вам Тоже Спасибо Спасибо Студенты Мы Вас Любим Будьте Всегда С нами Не Забывайте Нас Те Которые Уходят От Нас У У Нас В этом Году Будет Новые Группы Студентов В сентябре Мы Виде Обязательно И Таджи Обязательно Увидимся Там Начинаются Дни Переводчика И Еще Какие Нибудь Юбилеи Спасибо Вам Большое Спасибо Давид Спасибо Алина Акшат Син Хасаи И Все Те Кто Остался Сегодня С нами Нас Немного Уже Ну И Буви Спасибо Вам До сентября До свидания